МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Игорь Поздняк. Добрый вечер. В Белоруссии и Челябинской области России заинтересованы в создании совместных предприятий и выпуске высокотехнологичного продукта. Перспективное направление сотрудничества обсуждали сегодня на встрече главы белорусского государства и губернатора этого российского региона. В основе белорусского экспорта шины и грузовые автомобили. Сегодня в Челябинской области работают более 6 тысяч белорусских грузовиков и карьерных самосвалов. Куда двигаться дальше, знает Евгений Горин. Официальная часть визита в Беларусь делегации из Челябинской области началась в Минске у монумента на Площади Победы. Венок в память павших традиционная часть официального протокола. Однако за день до этого губернатор Борис Дубровский не в составе официальной делегации был в Чашниковском районе Витебской области. Зачем, станет ясно чуть позже на встрече с президентом. Челябинская область очень часто попадает в новости. Сюда любят ездить уфологи, а после 2013 года она называется еще метеоритной столицей России. Однако на деле это крупнейший промышленный центр и один из самых благоприятных регионов Российской Федерации. С Беларусью экономические связи давние и прочные. На сегодняшний день в Челябинской области ездит 700 белазов. Эта цифра лучше всего характеризует качество экономической связи. Но только ей сотрудничество, естественно, не исчерпывается. Есть совместные предприятия по сборке сельхозтехники и тракторов, обслуживанию карьерных самосвалов. Но переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству начались с более высоких и объединяющих наши народы тем. Мне приятно видеть вас здесь, в Беларуси, приветствовать вас в эти предпраздничные дни. Я абсолютно убежден, что земля белорусская вам не чужая, особенно вам, Борис Александрович. Вы, я знаю, посещали район Витебской области, Чарстинский район, где родился ваш отец. Поэтому корни ваши глубоко зарыты в Беларуси, и вам никуда не деться от этого клочка земли. Это символично, что один из ведущих регионов России, мощный регион с мощной металлургической промышленностью, возглавляет человек, имеющий отношение к Беларуси. Мы к этому очень эмоционально и хорошо относимся. Большое спасибо, Александр Григорьевич, за вот эти тёплые слова, за тёплый приём, за организованную работу. Мы очень признательны вам за всё это. Я лично признателен за то, что произошло вчера в моей жизни. Я действительно посмотрел те места, откуда корни мои по отцовской линии был на могиле своего прапрапрадеда, очень глубоко. Это очень для меня символично, трогательно. И повторюсь, большое вам спасибо за то, что сохраняете эту историю, что она действительно реально сохраняется. Когда есть корни, дерево, оно будет жить всегда. Наша встреча с вами проходит в знаменательные дни, в канун нашей общей победы, 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Я хотел бы поздравить вас с этими наступающими праздниками. Очень просил бы вас передать всем челябинцам, а также белорусской диаспоре, белорусам, которые живут у вас, самое доброе пожелание, здравие самое главное и успехов. Но, наверное, самое главное – уверенности в будущем. Они сегодня, эта уверенность очень нужна не только белорусам, но и россиянам в той ситуации, в которой Российская Федерация оказалась связи с определенными внешними проблемами и давлениями. Мы выдерживали не такое в своей истории. Думаю, мы преодолеем и последствия этих негативных явлений. С праздником вас и всех челябинцев, добрых, хороших, смелых и решительных людей и очень близких нашему белорусскому народу. У президента стороны обозначили несколько направлений для развития экономического сотрудничества. Это промышленная кооперация, сельское хозяйство, строительство, поставки городского транспорта. Конкретика проявилась уже на площадях станкостроительного завода в Минске буквально через час. Надо инвестировать, так же, как возвращаясь к статкостроению. Оно же было у нас, потом нас убедили, что зачем вам это? Ну вот, мы же там... Зачем развивать? А вот это желает организм, надо понимать, как он работает, а не просто так. Мечта губернатора Дубровского – создать станкостроительный кластер. Мы видим, что Белоруссия эти компетенции сохранила, преумножила. И мы бы хотели создать совместно с белорусской стороной, там непосредственно, где потребители, а это наши промышленные предприятия Урала, связанные с ОПК, связанные с тяжелым машиностроением, связанные с металлургией. И я думаю, что мы здесь сможем найти точки соприкосновения. Когда губернатор Челябинской области предлагает, давайте будем сотрудничать, я вам окажу поддержку, но это дорогого стоит. Поэтому мы давно уже прорабатываем, не сегодня, а еще с прошлого года прорабатывали создание совместного предприятия в Челябинске. Мы подготовили уже основные документы. Ну вот, приезд и переговоры сегодняшние – это просто такой толчок для того, чтобы перейти уже в активную фазу работы. АПК – еще одно направление для взаимовыгодного сотрудничества. Половина сельхозтехники на Челябинских полях – белорусского производства. Работают долго. Часть уже требует замены. Длительный срок эксплуатации – лучшая рекомендация для новых закупок. Возможные новые направления сотрудничества – строительство ферм, переработка и хранение продукции. Изучив ситуацию по сельскому хозяйству Белоруссии, понял, что у вас сделано было как раз то, где мы должны, была вроде та дорога, которую мы должны сейчас проходить у себя. То есть научный подход к обработке земли, к организации этой работы. Это очевидно, что мы могли бы здесь очень серьезно сотрудничать. В том числе здесь мы просто интересны для белорусских машиностроителей, как возможные покупатели, да, и рынок сельхозтехники. То есть о товарообороте, какой он сейчас, может, в Челябинской области и Беларуси собираетесь ли как-то наращивать? На текущий момент он у нас, если не ошибаюсь, 360 миллионов долларов. Паритет, некий паритет, что свидетельствует о хорошем балансе. То, что он может быть поднят до 500 миллионов, но однозначно. Нам точно интересна сельхозтехника, нам точно интересны предприятия массы, и автомобили, автобусы, которые там есть на комплимированном газе. Нам точно интересна МТЗ. Губернатор не только человек слова, но и дело. В 13-м году журнал «Форбс» поставил Бориса Дубровского на 17-е место в рейтинге 25 самых дорогих топ-менеджеров России. Год спустя экс-директор Магнитогорского металлургического комбината возглавил область. Кстати, на нем он проработал на самых разных должностях практически всю жизнь, 76-го года. И не только на руководящих должностях в директорском кресле. Даже сейчас физическая форма позволяет сдавать нормы ГТО. Когда-то было поднять гирю за определенное время на бронзовый значок. Это 20 раз, на золотой 40. А Борис Александрович может все 67. Три, две, одна, стоп! Евгений Горин, Валерий Науменко и Илья Пучко, телекомпания СТВ. В Казахстане подводят итоги внеочередных президентских выборов. Победу ожидаемо одержал действующий глава государства Нурсултан Назарбаев. Политик набрал рекордное количество голосов избирателей и оставил своих конкурентов далеко за пределами политического ринга. Из Астаны передает моя коллега Анастасия Дегтярь. Поддержка Нурсултана Назарбаева в Казахстане по-настоящему народный. Почти стопроцентный показатель на выборах ни для кого не стал сенсацией. 97,5 цифра безоговорочной победы для нынешней администрации. Конкуренты Назарбаева, а всего их было два столько же в спороцентном соотношении, и набрали. Окончательные итоги народного волеизъявления станут известны на следующей неделе. Но на итоги выборов это не повлияет. Астана уже вовсю празднует победу. А Нурсултан Назарбаев лично поблагодарил народ Казахстана за такую серьезную поддержку. Пришли голосовать за свое будущее. Каждый со своими чаяниями. Он хотел это выразить, он пришел это выразил. И огромное спасибо, низкий поклон всем простым казахстанцам. Долгу не остались и международные наблюдатели. Представители из ОБСЕ впечатлила рекордно высокая явка на избирательной участке 95% населения. При этом организация сакрального политического процесса была на высочайшем уровне. А наблюдательная миссия СНГ уже сегодня утром объявила, что выборы прошли открыто и без нарушений. Мы с полным основанием в нашем заявлении итогом заявили, что выборы были открытыми, свободными и соответствующими общепризнанным демократическим нормам. Политологи всего мира сошлись во мнении, что столь серьезное доверие переизбранным президенту связано в первую очередь с победой Нурсултана Назарбаева на экономическом фронте. Посудите сами, за последнее время ВВП Казахстана ежегодно растет на несколько пунктов. Кроме того, за республикой закрепилось звание крупнейшей экономики в Центральной Азии. Не стоит забывать о Евразийском экономическом союзе, в создании которого принимал непосредственное участие Нурсултан Назарбаев. Анастасия Дегтярь, Дмитрий Травин, телекомпания СТВ, Астана, Казахстан. С убедительной победой на выборах Нурсултана Назарбаева поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В телефонном разговоре белорусский лидер выразил уверенность, что стратегическое партнерство между Белоруссией и Казахстаном будет и впредь успешно развиваться как в двустороннем формате, так и в рамках евразийской экономической интеграции. Проведение военного парада и готовность силовых структур к обеспечиванию общественного порядка о предстоящем праздновании Дня Победы сегодня говорили на встрече президента с государственным секретарем Совета Безопасности. Также глава государства поинтересовался, как идут тренировки белорусских военных, которые примут участие в параде в Москве. На встрече обсуждали и недавнюю поездку Александра Межуева в Китай, ведь сегодня с этой страной налажен не только хороший торгово-экономический диалог. Белоруссия и КНР сотрудничают и в военно-технической сфере. В ближайшее время мы повторим главное событие подготовка к мероприятиям Дня Победы, связанным с силовыми структурами и военными армией. Это прежде всего парад и другие мероприятия, в которых будут задействованы большие массы военнослужащих. Как готовы ваши предложения по проведению парада, как военные это видят в окончательном варианте. Вторая тема – это ваша поездка в Китай. Мы с Китайской Народной Республикой это не скрываем, ведем очень активное торгово-экономическое сотрудничество, в том числе и военно-техническое сотрудничество. Какие достигнуты договоренности с Китаем и есть ли ответы на все вопросы, которые мы поставили перед Китайской Народной Республикой по оказанию нам помощи и поддержки в укреплении обороноспособности нашей страны. Подготовка к празднованию Великого Праздника ведется согласно плану. Все мероприятия выполняются в основном порядке. Проведен ряд комплекс мероприятий по проведению штабных тренировок по общему замыслу всех силовых структур. Но те подразделения готовы, которые мы отправляем за пределы Беларуси. Вы же понимаете, что это визитная карточка. Мы же не можем послать туда наших военных, которые будут хуже смотреться, чем местные. Мы должны быть там на голову выше. Так же, как и они лучше к нам присылают. Товарищ президент, согласно вашему указанию, 25 апреля наша пораздничная коробка состава 5-й бригады специального назначения обла в Москву проводят тренировки. По отзывам руководителей подготовки к нам претензий не имеются. Новая отдельная авиационная эскадрилья появится в 116-й гвардейской авиационной базе в Лиде. Сегодня на местном аэродроме личному составу вручили 4 современных учебно-боевых самолета Як-130. Уникальность машин в том, что они могут имитировать полет всех новейших истребителей. А значит, пилоты после завершения обучения смогут управлять любыми боевыми машинами. Юрий Корнилович продолжит. Здравствуйте, товарищи гвардейцы! Здравия желаю, товарищ министр, здравия! Парадные мундиры, торжественное построение прямо на взлетно-посадочной полосе. Сегодня в Лидской 116-й авиабазе событие, значимое для всей военной авиации республики. Впервые в новейшей истории Беларуси принят на вооружение современные учебно-боевые самолеты Як-130. Тот потенциал, который заложен в Як-130, позволит нам и переучить летный состав 116-й штурмовой авиационной базы, и готовить выпускников военной академии авиационного факультета на новые типы воздушных судов, и позволит готовить специалистов и в 61-ю истребительную авиационную базу. То есть практически мы перекрываем весь перечень воздушных судов, эксплуатируемых в Республике Беларусь. Всего в Лиду доставлено 4 самолета. Это новейшая разработка российских конструкторов. Аналогов подобных машин в мире практически нет. Як-130 стоит на вооружении в крупнейших странах Азии и Африки. Самолет показывает все свои данные. И те, которые... Он показывает данные. Но это данные говорят о том, что этот самолет на сегодняшний день в своем классе один из лучших. Самолет Як-130 — уникальная машина. Благодаря своим техническим характеристикам, пилоты, прошедшие на нем обучение, способны будут управлять сразу несколькими современными боевыми истребителями. Кроме того, этот самолет может выполнять и боевые задачи. Он способен нести до трех тонн вооружений. Управлять новыми самолетами будут лидские пилоты, которые сейчас проходят курс обучения в России. Самим боевым машинам предстоит пройти еще так называемую обкатку. Поэтому возможности Як-130 пока демонстрируют летчики-испытатели завода-изготовителя. Возможности выполнять полеты на больших углах атаки, на широком диапазоне скоростей от малых до больших. И способность решать задачи боевого применения, конечно, сделали самолет очень выгодным. Новейшие самолеты в Лиде — лишь начало масштабного перевооружения военно-воздушных сил Беларуси. Уже заключены контракты на поставку еще четырех боевых машин до 2020 года. В перспективе наша страна планирует закупать и другие образцы российских боевых самолетов. Юрий Корнилович, Николай Ватин, телекомпания СТВ, Гродненская область. Группа белорусов оказалась в Непале в момент сильнейшего землетрясения. К счастью, туристы в момент толчков находились далеко от эпицентра. Они не пострадали. По информации посольства Беларуси в Индии и почетного консула Беларуси, в Непале на связь вышли 12 белорусов. Трое из них уже вылетели на родину. Еще несколько человек завтра планируют выехать в Индию по имеющимся у них авиабилетам. МИД Беларуси следит за ситуацией. Возможно, что белорусы покинут Непал и спецбортом МЧС России. Напомню, землетрясение магнитудой около 8 баллов произошло утром 25 апреля. Эпицентр располагался в 82 километрах к северо-западу от столицы Непала Катманду. По уточненным данным погибли свыше 4000 человек. Товарооборот с Францией необходимо увеличивать. Такое мнение высказал спикер Верхней палаты парламента на встрече с коллегами из Франции. В эти дни в Минске находятся представители компании. Из этой страны запланирован ряд переговоров по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Группу дружбы Франция-Беларусь национального собрания страны Триколора возглавляет Жиральд Дарманен. Кстати, в белорусской столице только за этот год гость во второй раз. Это тоже говорит о тесном сотрудничестве между нашими странами на уровне парламентариев. Отмечу, в Верхней палате Белорусского парламента несколько лет назад была сформирована рабочая группа по сотрудничеству с коллегами из Франции. Мы створили межрадовую комиссию по экономичных пытаниях и довольно эффективно провела первое поседение. Отбылся первый белорусско-французский бизнес-форум. 58 французских компаний наведала Беларусь. Миновата, в эти дни пять самых буйных французских компаний проводят перемоги. В Совете Министров, Мингар-Ваканками, в министерствах с потенциальными партнерами Беларуси. Все это прагматизует наши отношения. А вельми важным элементом двухбоковых супрацовницах являются региональные контакты. Бо у регионов Беларуси и Франции наибольшее разумеют потребу развития супрацовниц. Дорога памяти объединила сотни мотоциклистов. Мотопробег связал святые для белорусов места Курганславы, Хатыни, Брест. Из Москвы приехали десятки байкеров. К ним присоединились и белорусские обладатели железных коней. Посвятив свой воеж в Великой Победе, они повторяют победный путь Красной Армии. Юлия Матяш прислушалась к ревам моторов. Рев моторов, игол покрышек. Этой ночью у цитадели над Богом было шумно. Сотни крепких мужчин сегодня приехали сюда с одной целью – почтить память солдат Великой Отечественной. Андрей Бобровский проехал не одну тысячу километров. Говорит, у его байка два владельца. Он и его дед – летчик, который с войны не вернулся. Поэтому с особым трепетом молодой человек сегодня рассказывает о Великой Победе некогда одного государства. Брестская крепость – это первая крепость в Советском Союзе, на которую нам напала фашистская Германия. И это очень героическое место, для нас это очень важное место. Впереди у мотоциклистов еще десятки остановок. Их дорога повторяет победный путь советских солдат. День старта также не случайен. 25 апреля наша армия вышла на финишную прямую. Немецкая столица была в плотном кольце. Тем воинам, которые приблизили победу под Минском, но не дошли до Берлина, байкеры возложили цветы. Байкеры – это люди, на самом деле, уже не первый год занимающиеся этой субкультурой. Но они присоединились к ценностям, которые сегодня играют колоссальное значение для того, чтобы сохранить мир, для того, чтобы растить сады, для того, чтобы растить детей. И вот эти позывы, эти посылы, которые они дают, уверен, должны заложить то доброе, то сильное чувство и для молодых людей, для граждан и Республики Беларусь, и Российской Федерации. Это очередная точка на карте Беларуси в маршруте мотопробега. История сожженной деревни никого не оставила равнодушным. Впрочем, как и прием, который ожидал здесь российских байкеров. Мне очень нравится. У вас вообще, ну, сам менталитет такой у беларусов, очень добрый, во-первых, и отзывчивых людей. И у вас очень любят чистоту и порядок, что очень важно на самом деле. В крепости над Бугом байкеры встречаются не впервые. Этот мотопробег уже стал традиционным. И каждый год собирает сотни поклонников лихой езды. Участники планировали добраться до Берлина. Однако сегодня им было отказано во въезде в Польшу. Байкеры вернулись в Беларусь. Юлия Матяш, Юлия Бешанова, телекомпания СТВ. 12 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отчет до главной исторической даты 20 века. 27 апреля 45-го. Идет 1406-й день войны. Войска Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов продвигаются вглубь Берлина. А также овладевают мощным опорным пунктом обороны, городом Подсдамом. Авиация Краснознаменного Балтийского флота потопила 15 вражеских судов. Тем временем уже освобожденная Беларусь активно восстанавливается из руины пепла. И именно 27 апреля 45-го этот день становится страной-учредителем ООН на международной конференции в Сан-Франциско. Многие, кто внес вклад в Великую Победу, но не дожил до этого момента, останутся в памяти многих поколений. Сегодня о своем отце, который спас сотни жизней, вспоминает Роман Кулик. В Минске мой отец работал главврачом инфекционной больницы. Там собирались люди, которые участвовали в подпольной работе. Это было место, откуда попадали медикаменты в партизанские отряды. Этим всем делом занимались многие подпольщики, а руководил ими мой отец Лев Кулик. Погиб он при попытке спасти людей из минской тюрьмы. Его расстреляли 10 декабря 42-го года. Сразу после войны, когда мы сюда приехали, мы шли по улице с мамой. Они встречали нас, и незнакомые люди поднимали, целовали, благодарили и плакали. Я спрашиваю маму, кто это? Это, говорит, те, кто с помощью отца остались живы. Ежедневно зрители нашего телеканала делятся своим видением тех далеких военных дней. Если вы хотите рассказать свою историю, звоните по телефонам горячей линии СТВ. До Великой Победы оставалось 12 дней. Сербский режиссер Мир Кустурица планирует снимать свой фильм в Беларуси. Об этом сегодня сообщил сам мэтр, встречаясь в Минске с министром культуры Беларуси. Рабочее название картины «Кто, если не мы?» Действие фильма разворачивается во время Второй мировой на территории Беларуси. Рассказывает он о партизанской борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Это тема о Второй мировой войне. Я думаю, что это очень сильный сюжет, который можно сделать двух временей. Времени сейчас и времени Второй мировой войны. Не потому, что нацизм и фашизм актуализированы сейчас. И я думаю, что можно сделать очень хороший фильм. Это все, что мы успеваем вам рассказать к этому часу. Сразу после нас подробности из жизни главного города страны. Республиканские итоги понедельника, как всегда, за полтора часа до полуночи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok